друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено теме гибритизация сегодня у нас уже почти средина марта и именно сегодняшним днем будут происходить немалой важности события значит эти события будут заключаться в том что щегол и репел будут меняться своими самками репел поедет к самке с которой сидел щегол а щегол поедет к самке который с которой сидел репел потому что у щегла самочка несет яйца но щегол диковатый а репел более спокойный и я надеюсь что спокойный репел с той самкой которая несет яички добьются положительных результатов а щегол диковатый пускай идет к той самке которая еще даже не планирует нестись может быть пока щегол успокоится И эта самочка надумает нести яйца В общем, сейчас я вам все покажу Продемонстрирую саму пересадочку Как поймаю, пересадим вместе Я, кстати, тут, подписчики, большое вам спасибо Советовали мне, чтобы я пересадил Эта идея не моя, потому что я в этом деле еще дилетант Вот, мне, значит, посоветовали, чтобы я пересадил Я пересаживаю, ставлю между клетками перегородку Чтобы птицы друг друга не видели В общем, сейчас я вам все наглядно продемонстрирую Итак, друзья, мы с вами переместились С природных условий обитания птиц В искусственно созданные Значит, вот, передо мной слева репел Репелочек с самочкой Самочка вот желтенькая Видите, мокрицу кушает сидит Вон, как она ее жует, сок Я перед началом видео положил специально всем по щепотке мокрицы Но они ее уже так подорвали хорошенько Так, а вот у меня щегол Который не очень еще ручной Я бы сказал, диковатый Кстати, есть еще предложение В конце лета, когда начнется ловля Сезон откроют, разрешат ловить птицу Поймать молоденького щегленочка Молоденького И его адаптировать И весной попробовать снова гибридизацию Уже с тем щеглом, который Сейчас вот они скоро начнутся быть Слеточки Поймать, в общем, слетка Молодого щегленка Выдержать его до полозрелости И пробовать с ним гибридизироваться В общем, предложений много Будем постепенно, поэтапно все проходить Все изучать Ну и тем самым набираться опыта И может быть что-то новое для себя сделаем Так, значит, сейчас я ловлю щегла Сажаю креплу, репла туда Сейчас быстренько давайте кормушку Сейчас буду ловить, а вы немножко понаблюдайте А потом общим фоном все сниму Покажу, что из этого получилось Вот он, в принципе, быстренько Вот такой щегленок у меня Ну, в принципе, он такой, знаете, еще норовит куснуть Это у него есть Так, сейчас мы его сюда посадим Вот такой вот реполочек Грудка, видите, у него обыкновенная Не наливается розовым Все, выпускаем его сюда К самочке А щегол здесь остается Сейчас это дело замкнем Так Значит, вот С сегодняшнего дня Вот такая вот перестановка произошла Посмотрим, что из этого выйдет И обратите внимание Между клетками я установил такую задвижку Чтобы птица не видела друг друга Я думаю, этого будет достаточно Она, в принципе, хорошо закрывает обзор Там вообще даже не видно Поилочку забыл повесить Сейчас поилочку повешу Все, значит Ждем положительных результатов Сейчас запишу в дневнике Что сегодня у нас Получается 12 число 12 мая Сделали пересадку Ну и посмотрим Когда снесется самка И будут ли оплодотворенные яйца Кстати, тут немножко Гнездо сдвинул Ну вот так Я думаю, в принципе, тут все нормально Зелень есть Корм есть Пророщенные едят Эту хвойную Хвойную маскировку Думаю, пускай будет Ну, как бы все равно Это будет Птице комфортней Когда вот эти природные ветки Это я так думаю Пускай будет елка А здесь, в принципе, можно тоже будет Тую положить Или ту же хвою положить Чтобы птица чувствовала себя Более комфортно А то он, видите Начинает Пытаться вылезти в это отверстие Ну, в решеточку Мордочка провозит Ну, в общем, вот так Значит, в дальнейшем Если Сейчас май Вот пускай до конца мая Щегол сидит Пойдет Значит, молодец Не пойдет Тогда я его Брошу в пролетку Где будут располагаться Молодые мои конорейки И пусть он там с ними Живет До следующего сезона Я думаю Таким образом Он адаптируется А этой конорейки Тогда подсадим Вот здесь у меня Вот есть хороший Самечек Желтенький Как раз Желтенький С желтеньким Будет, я думаю Замечательно Он, думаю За это время Как раз эту самочку Посадит на яички Она уже Активно строит домик Ну, и тогда Этот самец Пойдет к этой самке А щегол пойдет Просто на адаптацию На отсидку Как правильно сказать Ну вот И как бы Вот на это надеюсь А так В принципе Да, возможно Просто щегол У меня немножко Неподходящий Если бы Вот момент выбора Когда я выбирал Там было их Сколько? Восемь или девять Щеглов у меня было Если бы У меня опытный Советчик рядом Ну, чтобы так Глазом посмотрел Сказал Вот этого лучше оставить Этого лучше оставить Я прислушался А так получается У меня был один щегол С длинным Огромным клювом Я его выпустил А потом ребята пишут Подписчики пишут Что надо было Оставить этого Который большой клюв Ну, то есть Все нюансики Все нюансики Сразу не узнаешь Поэтому Так поэтапно Постепенно Мелкими шагами Но Продвигаемся Вперед Потихоньку А, да Я тут в кармане Принес В кармане Принес Макрицу Вот Макрица Знаете Такую травку Цветет Беленькими цветочками Очень сочная И вот эта Молодежь ее Очень любит Просто Они за ней Бегать готовы Сейчас покормим Немножко Полюбуемся Как это все Происходит Смотрите Сейчас налетят Раздербанят Сейчас они Осматриваются Осматриваются Надо чуть Отойти дальше А вон Кстати Выше Обратите Внимание Вон Выше Ну Где я Посадил Репла Репел Сидит Абсолютно Спокойно Он Адекватный Спокойный Птиц Возможно Что Все Произойдет Кстати Вот здесь Также Недалеко Вон Видите Кеннер Таскает Бумагу Зачем Он ее Таскает Не знаю У него Самка Сидит На яйцах Вот Кеннер Будет Петь Самка Среагирует Ну Я думаю Репел Момента Не упустит Так А этот Там Так и Продолжает Прыгать Видите На жердочку На стенку На жердочку На стенку Я сейчас Нахожусь По расстоянию Примерно Полтора метра От этого Щегла Вот я Отошел По максимуму Сколько мог В принципе Я на него Не реагирую Вот у меня Даже сзади Корелы Стрепенулись Сейчас успокоится Итак Я нахожусь Полтора метра От щегла И вы видите Его поведение В принципе Диковатый Совсем Диковатый Вон Репел Сидит Спокойно Абсолютно Как будто В своей тарелке Как говорится Вот такие вот дела В общем Обзор Сегодняшний Подходит К концу Если что-то Неправильно Сделал Поправляйте В комментариях Ну я надеюсь Ну я вернее Не то что надеюсь Я думаю Сделал все верно Пересадил самцов В перегородку поставил Все Хвоя остается Там немножко Надо будет задекорировать Более природный Каким кустарник Прилеплю туда Ну все Тогда ждем Ждем Положительных результатов Вот видите Малявка начинает Грызть травку И обратите внимание Кстати Вот это вот Очень важно Подчеркнуть Хотелось бы Первым делом Птичка собирает Соцветия Цветочки Или уже Которые Отцвели Бутончики Там недозрелые Семена Это очень полезно Птицам Все Всем Всего доброго Хорошего настроения Успехов Здоровья И до скорой встречи Как говорится Продолжение Этой истории Следует Всем пока Продолжение следует...